В первую очередь у дольщиков было понимание, что делает компания, чтобы это не был некий такой информационный вакуум. То есть я пришел здесь для того, чтобы ответить на вопросы. То есть у вас есть вопросы по сдаче, по стройке, по ремонту. У меня есть ответы, и давайте уважать друг друга и работать в конструктиве. Хорошо? Мы хотим сказать, у нас нет абсолютно никакого желания, мы не хотим крови. Поймите, я работаю помощником депутата и представляю штаб еще одного депутата, поэтому у меня выход на правительство очень серьезный. Я могу чем-то помочь, у меня очень хорошая связь в МУПУ, ФАВУ, Доканал, получается в Башкир Энергии. Я могу чем-то вам помочь, чтобы быстрее 7-й дом сдали. Смотрите, там в среднем дают 50% от стоимости объекта. Это еще хорошо оценили, обычно дают 35-40%. Базовые, поэтому банку, то есть ни один заемщик вероятствует не может диктовать. Они говорят, ну вот так, если согласны, готовьте документы. Сегодняшняя встреча инициирована нами, потому что мы видели, что дольщики начинают собираться там стихийно, обсуждать вопросы, и задача первая, собрать дольщиков и уже официально от лица компании ответить на вопросы, б, донести информацию, что делается, что происходят на стройке, какие пути решения, чтобы в первую очередь у дольщиков было понимание, что делает компания, чтобы это не был некий такой информационный вакуум, ничего не строится. То есть мы каждый день там проводим работы, и задача показать дольщикам и ответить на все вопросы, которые у них накопились. Чтобы это было от первого лица, а не пересказывались там слухи из десятых уст. Нам прислали список вопросов по готовности домам, куда делись деньги, кто будет финансировать, схема финансирования, и, ну, наверное, все. И график сдачи домов. Вот такие там основные, там 5-6 вопросов. Так, ну давайте я для начала представлю, чтобы вы понимали, кто я, то есть почему я здесь присутствую, какую информацию я вам там сегодня расскажу. Меня зовут Виталий Шалаев, я директор по развитию группы компании «Рассвет». Я отвечаю за все объекты компании в Москве и в Уфе. За этот объект начал отвечать где-то в апреле. Соответственно, цель сегодняшней встречи. То есть мы увидели, что вы начали стихийно собираться, там, задавать вопросы. Я проявил инициативу для того, чтобы от первого лица вы узнали информацию, напрямую задали вопрос и получили квалифицированный ответ. Если вдруг я не смогу ответить на какой-то вопрос, может, он будет какой-то специализированный, или я не обладаю информацией, потому что, ну, то есть я как управленец там могу там запросить и либо в писанном виде, либо там другим форматом вам передать. На данный момент у нас есть вопросы, которые после прошлой встречи пришли. Давайте я их озвучу и получу какие-то дополнительные. Может, у вас есть вопросы, чтобы они сразу были записаны. Хорошо? А, еще тогда по проведению встречи. Смотрите, у нас где-то 40 минут, чтобы и вас не задерживать, да, то есть и ценить ваше время, ценить наше время. И правило давайте в конструктиве. То есть я пришел здесь для того, чтобы ответить на вопросы. То есть у вас есть вопросы по сдаче, по стройке, по ремонту. У меня есть ответы. И давайте уважать друг друга и работать в конструктиве. Хорошо? Чтобы правила у нас такие были. Итак, вопросы. По состоянию, на начало августа в жилом доме было продано 180 квартир. Всего 297. Готовность дома 25%. Но здесь это 11-й. Типа где деньги остальные? Первый вопрос. Давайте я сначала вопросы озвучу все и потом ответ скажу. Когда будет представлена реальная дорожная карта по строительству дом номер 11? Источники финансирования. Откуда деньги? Сроки достройки секции БВ это по 11-му. Предостоять схему финансирования по 11-му дому. Графики сдачи домов 7-й, 9-й, 10-й. И графики строительства домов 8-й, 11-й, 12-й, 13-й. Какие еще вопросы не затронуты? Давайте сразу им их обозначим, чтобы я записал. Почему дом начало строительство? Когда будет? Я же сам и вопрос по 8-му. Да. Да, все то же самое. Это же все вопросы по 8-му, 12-му. Его нужно вообще параллельно начинать строительство. Там 10-й, 12-й, 12-й. Его обязательно параллельно. Хорошо. Хорошо, давайте начнем с 7-го. Степень готовности 7-го дома 99%. Мы не имеем права, я сейчас там в цифры как бы переведу, никуда потратить деньги, кроме как на реализацию строительства объекта, по которому были доходы. Все, то есть это закон, то есть его там никак нельзя обойти. Ладно, ладно, давайте цифры послушаем. Цифры послушали, мы говорим тогда об ответственности, да, и застройщик нарушает сроки. Я же не говорю, ребят, ну вы там подождите, то есть есть... Вы дайте, я отвечу на вопрос, что вы меня перебиваете. Да, пусть ответят, потом по срокам. Потом зададим следующую. Там есть, опять же, закон, на основании которого вы можете требовать неустойку. Да, то есть если вы... Мы вас сейчас тут неустойки, честное слово. Что вы сделаете? Мы просили вас, я Данил Пекинин, зайди сюда, пожалуйста. Я отправила тебе список вопросов. Почему вы не привезли графики сдачи домов и строительства? Во-первых, послушайте, дай я отвечу. Вы просто опоздали, первое. Второе, я перед тем, как начать... Вы тоже опоздали, четыре с половиной года. Дальше. Я не знаю, если мы будем состязываться в Астроумии, я предлагаю состязываться в Астроумии. Я пришел сюда в конструктиве и слышу какую-то, кто кого подколет. Давайте дальше. Хорошо, отвечайте. Секунду, давайте. Давайте минут пять, полночим. Первое, то есть у нас список вопросов, которые вы предоставили, я зачитал всем перед тем, как начать, те вопросы, которые есть и записал вопросы, которые, соответственно, есть. Так что в ответ на вопрос, что был список, почему вы не это, именно с этого и был начат разговор. Ну, давайте по списку дальше. Девятый дом. Девятый дом давайте дальше. Ну, подождите, восьмой же, по очереди шли. Давай. Ну, не взяли там, девочки, Бог восьмой же задал вопрос. По очереди. Давайте по порядку. Все, слушаем. Итак, по домам, по срокам. На данный момент точно понятно по срокам и по окончанию, седьмой, девятый, десятый. Потому что, объясню почему. Мы на них сконцентрировали все силы. Все силы на сдачу этих домов и на достройку. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Объясню. Сейчас уйдет, 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 уйдет. Второе. Когда мы говорим, это просто очень важно сейчас, я чуть отступление сделаю, то есть, но это как раз к срокам. Когда мы говорим, что мы просили ипотеку, это для того, чтобы 90% продаж происходит сейчас с помощью ипотечных сделок. Сейчас достройка идет на деньги, которые есть на счете дольщиков и на деньги учредителей. Двятый, десятый сроки. Тихо, тихо, пожалуйста. Давайте по всем домам сейчас по срокам. Мы перебиваем. Смотрите, еще раз, на данный момент, седьмой, девятый, десятый. Девятый, десятый по плану, то есть, октябрь-ноябрь 2018 года. То есть, до Нового года. Что там не построено? Там вода есть, нет? На данный момент, а я вам так и сказал. Седьмой сентябрь, скажем. Нет, я не про... Смотрите, я сказал, август-сентябрь, это седьмой получение документов по седьмому. Девятый, десятый, октябрь-ноябрь. Ну, поймите, то есть, у нас вот даже сейчас вот еще... Хорошо, давайте дальше давайте. Дальше. Восьмой. Скажите, пожалуйста. Да, восьмой. Восьмой дом. Восьмой дом. Восьмой, давайте. Мы готовы именно к этому пробку. Понимаете, да? Еще раз. По себя, там у дома не видно результатов работы. Вы вовнутрь зайдите, просто, ну, в рабочий день зайдите. Я уже знаю, что секция G там вообще... Там все закрыли. Вот, смотрите, по секциону. Вот у меня есть группа, да, когда нам ежедневно сбрасывают все работы, которые происходят. Не сбрасывайте нам тоже, чтобы мы тоже будем... А мы... Данил, а мы в группе этого выкладываем? Нет, какие-то работы выкладываем. Ну, давайте так, давайте так. Давайте так, мы ежедневно будем выкладывать количество рабочих, потому что внутренняя информация есть, соответственно, вы будете видеть в группе, в нашей группе. Источники финансирования, я вам уже... Смотрите, все дома, источники финансирования, это счета, деньги учредителей и поступление от продаж. Два источника. Одиннадцатый дом. Я про все дома сейчас говорю. Значит, по одиннадцатому дому. Сейчас, давайте. Который в пятнадцатом должен был удач. Вы, вообще, сами как себе представляете, вы в состоянии достроить помимо седьмого, девятого и десятого домов, еще все остальные? Смотрите, если бы, во-первых, даже давайте с точки зрения бизнеса, да, остатков у нас на данный момент на миллиард семьсот. Вот на миллиард семьсот. Денег необходимо, миллион триста девяносто миллиард, миллиард триста девяносто семь. Это то, что нужно на, соответственно, это как, даже как коммерческий проект, это выгоден. Ну, нет смысла бросать, это раз. Второе, если бы была задача не достроить, ну, ну, зачем тогда устраивать какие-то сдачи седьмого, там, девятый, десятый, ну, поймите. А готовы ли вы в случае не сдачи трех домов в ноябре добровольно все передать другому застройщику? Вы как это представляете, ну, юридически? Ну, даже вот так вот. Ведь если два три дома, вы будете достраивать. Остальное готово? Смотрите, хорошо. То есть в одном доме продана половина квартир, ну, или там меньше 25 процентов. Мы ему передаем, и застройщик начинает, то есть ему надо потратить больше, чем он получит, к примеру. Вы как это представляете? Ну, откуда не может. Подождите, то есть нет. Подождите, вы только что говорите, вот решение, я вам говорю, что делать. Вы говорите, нет, это не моя головная боль. Да поэтому, если предлагаете, вы давайте там, ну, конкретику. А я вам говорю, это физически нереально, и ни один сейчас застройщик не возьмется достраивать. К вам личная просьба. Бывайте здесь почаще? И смотрите, что сняли и пересняли. Здесь еще, здесь смотрите. Что там происходит на самом деле. Я вас понимаю, вот смотрите, потому что если заниматься профанацией, ну, вот так, да, там, студентов фотографировать в одежде, приехали, сняли, на кого нет. Работы, но здесь это не произойдет. Ну, то есть, ну, условно, не была не залита крыша, и она и не будет залита. А как она не будет? Нет, а на самом деле... Перегородки эти полгода показывают, как перегородки делают в квартире. Давайте просто смотрите, для того, чтобы вы убедились, вот эти ежедневные... Они одни и те же же работы делают, по большому счету. Если там места общего пользования, то они идут там, я не помню, снизу вверх. То есть, видно на каком этаже. То есть, мы будем прям подпись третий, четвертый, пятый этаж, или там залито, заливается, залито. Я все-таки очень хочу задать. Каждый день. Можно задать? Можно задать? Еще раз, пожалуйста. У вас скоро закончится аренда земли. Этот вопрос решен. У нас была сложность, вы знаете, из-за чего мы встали. Этот вопрос решен. Мы под бизнес-центр хотим взять денег. Это то же самое, на самом деле, что продать. Сейчас с той экономической ситуацией, которая есть, там проще получить кредит 50% под стоимость, для банков лучше. Нам не надо ваши экономические проблемы. У нас свои экономические проблемы. Я просто... Вот ты хоть у кого спросите, у кого нет проблем? У вас нет этих проблем? Я говорю о решении, о поиске пути решения. И то, что... Четыре месяца длится у вас, получается, разговор с банком, да? И не с одним. Вот вы поймите. То есть, вот такие тонны документов. Отвечая на вопрос, где искать финансирование, прекрасно понимаем, да? То есть, и на данный момент, я говорю, все, что сейчас строится, это деньги учредителей. А поймите, это вроде, кажется, да, там какие-то работы, а там одни теплотрассы или там... Ну, то есть, очень много инфраструктуры. Десятки миллионов. Вот у них это реально... Которые крутились наши деньги пять лет. Сколько процентов они вам принесли? Вот, смотрите, я сейчас на этот вопрос не могу ответить, потому что я в апреле. Я в апреле взял... Нет, моя задача сделать... Если бы мне было все равно, то, ну, в первую очередь, я бы здесь не встречался, да? И не отвечал, как бы, на ваши вопросы и не готовился. Да? Это задача, и то, что мы проговорились, я готов встречаться. Каждые две недели здесь ежедневно выкладывать отчеты, которые идут со стройки. Мы считаем, что для нас очень важно, чтобы наш застройщик не ушел в банкротство. Мы же этого ничего не делаем. То есть, на сегодняшний день получается, крона, группа компаний «Рассвет» под очень плотным колпаком у всех, получается, Органа власти, да. Но мы хотим сказать, у нас нет абсолютно никакого желания там... Мы не хотим крови. Мы не хотим ничего там страшного. Мы просто хотим, да, чтобы наши дети росли в нашей квартире. Да, да, да. Мы хотим, чтобы наши деньги были, получается, потрачены на наше собственное жилье, и чтобы наши детки здесь бегали. Мы же вам не мешаем ни в чем. Мы не бойкотируем, мы не валим охранников там, как некоторых других стройках, понимаете? Мы не поджигаем будки строительные, как в других стройках делают. Мы, смотрите, какие лояльные. У нас есть дольщики, которые готовы раз в неделю ходить на стройку по всем домам. Ольга, Ольга, по всем домам группа до полежа, секундочку. По семь человек с каждого дома, по человеку, да. Мы ходим, да, и чтобы мы были лояльными, и мы видели, что действительно сделано. Я предлагаю пока вот так вот. И желательно, чтобы было у вас всегда на совещании с дольщиками, допустим, человек, который заведует финансами, да, чтобы мы понимали, пусть вот каждые две недели будет какой-то отчет нам. Допустим, не отчет, а вот в плане информационного такого, скажем, поля, да. Какую сумму влили в какой дом. И вам же это не сложно? Ну, мы можем сказать, какие работы и... Да, какие работы, то есть источники финансирования, также... Смотрите, этот вопрос... Вы, пожалуйста, этот вопрос запишите, вы сейчас будете все равно систематизировать. Да, мы, я Данилу скину все, у меня здесь. Окей. Я просто хочу ответить, ну, чтобы уже, ну, там, резюмировать, наверное, да, там, встречу, то, что Альбина начала говорить, о том, что вы, там, не вставляете в палки колеса, и это действительно так. Ну, вы, ну, в этом отношении, это здорово. И заметьте, что мы, в свою очередь, там, не уходим, там, ни от ответственности, ни общения. Второе, не бросаем работы, да, потому что... Работы ведутся. И я считаю, что в ежедневном, не так быстро, я сад... В этом, вот здесь правда. Ну, не две, вот только не две. Там бросать нечего, и не начинали. И вот человек... Да лучше бросьте, 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 лучше бросьте и выходите, если вы... Ради бога, пока все усилили, а эти три дома, не можете строить остальные, вы оставьте другими инвесторов. Почему не оставляйте? Оставляйте ее. Здесь, нет, здесь не в этом, здесь юридически очень сложный вопрос, ну, реально сложно. Давайте так, я по 11, сейчас я отвечу, 11, 12, 8, через две недели я вам дам ответ. А так можно встречаться нету никакого с вами? Очень... А вы, наверное, позже, да, подожди? Да, мы сказали вам подойти. Не, не слушайте. Смотрите, то есть на 99,5% он... То есть мы подали все документы и ждем ЗОЗ. У нас есть там три замечания, которые нужно исправить, связанные с пожаркой. Это связанное с пожаркой. Осталось только три. Еще раз, что мы достроим все дома. Нет смысла бросать. Сейчас мы... Я же могу дарить вас. В прошлое время, что там уже, кто-то через какие-то стоит. Смотрите. Я могу чем-то помочь. У меня очень хорошая связь в МУПУ, ФАВУ, ДОКанал. Получается, в Башкир Энерго. Я могу чем-то вам помочь, чтобы быстрее седьмой дом сдали? Я могу вместо вас поехать или с вами поехать? У меня там очень... У меня дядя, замгенерального директора, работал 25 лет. УФАВУ, ДОКанал, это моего близкого мужчины. Нет, у нас по ДОКаналу проблем нет. Поймите, я работаю помощником депутата и представляю штаб еще одного депутата. Поэтому у меня выход на правительство очень серьезный. Поэтому они нас больше не обманут. Можно я еще один вопрос очень важный финансовый задам? Смотрите, 4 месяца будет переговор с банками. Получается, если у вас есть несколько банков, которым вы свое предложение даете по поводу бизнес-центра, чтобы финансирование получить, может быть, вы не можете договориться, потому что вы слишком много хотите? Как-то компромиссу прийти может быть с банком, чтобы пускать не было? Нет, с банками же там как? То есть мы не можем им диктовать условия. Может быть, вам их условия послушать? Нет, смотрите, там в среднем дают 50% от стоимости объекта. Обычно это еще хорошо оценили. Обычно дают 35-40%. Базовые. Поэтому банку, то есть ни один заемщик юридориста не может диктовать. Они говорят, ну вот так, если согласны, готовьте документы. Поэтому... А вы согласны? Конечно, мы готовим документы, подаем. Но с банками не торгуются. У нас есть специалисты, да, вот разные получаются в семи домах. У нас есть строители, у нас есть бухгалтеры, аудиторы, юристы. Если вам нужна какая-то квалифицированная помощь, если вам не хватает, получается, ресурса, кадров, у нас такие люди есть, которые помогут. Только бы все это убыстрить, потому что не тяжело же уже. Вы же понимаете, мы же все-таки не птички на ветке сидеть, нам квартиры нужны. Я понимаю. Давайте, Виталий, я предлагаю на этом встрече закончить. Мы традиционно и пристально следим за ситуацией вокруг жилого комплекса «Серебряный ручей». Сегодня состоялась очередная встреча застройщика и дольщиков уже практически всех домов. Хотя планировался, я так понимаю, 7-й, 9-й, 10-й дом, но на встрече были дольщики и 11-го, и 12-го, и 13-го, и 8-го домов. В общем, все. Мы услышали ответы на часть вопросов, которые были заданы в нашем предыдущем эфире, посвященном именно «Серебряному ручью». Но вопросов, прозвучавших в адрес застройщика, существенно больше. Есть такое ощущение, что все-таки по 7-му дому застройщик чувствует себя достаточно уверенно, потому что он, ну, в общем-то, так, с оптимизмом сообщил, что осенью 7-й дом точно будет сдан. По остальным домам куча вопросов. Однако, как ни странно, вот в этот вот процесс вкрадывается некий конструктив. В общем-то, договорились о том, что будут происходить регулярные встречи застройщика и дольщиков. Договорились о том, что застройщик предоставит документально некую информацию. Отдельной загадкой для меня осталась все-таки ситуация по 7-му дому. Если количество претензий к дому уже сократилось до 3-х, и если они со слов застройщика настолько ничтожены, то почему бы их не опубликовать, чтобы стало понятно, что, в принципе, там уже все практически готово. Вот будем ждать, в ближайшие дни застройщик обязался опубликовать эту информацию.